Дорогие друзья, продолжаем путешествие по книге Тигелин, 38-й псалом. Маленький перерыв был, праздники, сейчас продолжаем. Первое, 38-й псалом, это считается вообще молитва больного, который просит об исцелении. Когда человек болеет, когда ему плохо, он именно должен читать этот псалом. Мальбим говорил, что слова этого псалма, это то, чем каждый человек может молиться в час беды или душевной боли. Повторяю этот псалом, сказал Мальбим, ты как бы разрушаешь негативную энергию. Есть еще интересное у этого псалма, написано, что тех, у кого болят глаза, обязательно должен читать этот псалом, и он очень помогает. Что еще говорят об этом псалме? 38-й псалом, это молитва от плохого совета. Иногда нам дают советы, и нам надо остерегаться, чтобы потом не сожалеть об этом. Вот именно такой псалом 38-й. Что еще? Когда есть какая-то, вот нужна моментальная реакция, написано, молитва о быстром избавлении. Каждый, кто находится в какой-то конкретной такой вот беде, немедленно пусть ее читает, и написано, что это действительно помогает. Этот псалом очень интересный во время суда. Когда у тебя суд, когда тебя в чем-то обвиняют, когда ты хочешь, чтобы был в твою пользу приговор, надо пять раз для победы в суде прочитать 14-й псалом, а я как глухой не слышу, как нему я не открываю счета своего, и написано, что это производит очень серьезное впечатление. Находящемуся в беде человеку следует написано молиться не только, и не столько о его личных проблемах, но в первую очередь, о скорейшем окончании вообще и знания как такового, вот этого прихода Машеха, по одной простой причине написано в толковании к этому псалму. Тогда это и есть причина всех наших горести. Что еще написано? Написано, что 19-й псалом такой, ибо о вине своей рассказываю я удручен преступлениями своими. Он учит нас тому, что человеку следует беспокоиться и страшиться за то, что мы не так сделали. Ибо есть такие преступления, что раскаяние только временно отводят наказание, а полностью искупают их только страдание. Есть еще, я уже сказал, делим пять раз пасок для победы в суде. И знаете, пожалуй, все. Единственное, что можно сказать еще об этом псалме, что очень многие выдающиеся каббалисты именно этот псалм читали в случае различных бед и опасностей. Брахова от флаха всего самого лучшего. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...